Более 50 студентов из разных уголков мира, иностранные преподаватели и исключительно английская речь. Все это международная летняя школа в Сибирском федеральном. В течение двух недель студенты будут изучать проблемы экономики на базе Красноярского университета. Что привлекло иностранных студентов в сибирском городе, знает Юлия Чупрова. Студенты приезжают в международные летние школы не только за знаниями по экономике, но и для того, чтобы усовершенствовать знания иностранных языков. В Красноярском университете собрались ученики из КНР, Республики Бангладеш, Нидерландов и Соединенных Штатов Америки. Джан Хэ приехала из Китая, там она учится на специалиста по финансам. В России была только однажды, и то проезда. Говорит, что участие в летней школе не только хорошая возможность познакомиться с природой и культурой России, но и повысить свои шансы при поступлении в магистратуру. После того, как я закончу бакалавриат, в своем вузе я планирую поступить в магистратуру, я планирую ездить за границу учиться. Я надеюсь, что этот летний лагерь очень поможет мне, и это будет очень хорошей строчкой в моем резюме. Четыре дня студенты будут слушать лекции в зданиях университета. Остальные 10 дней они проведут в лагере на берегу Красноярского моря. Учиться ребята будут по 8 часов в день. В остальное время они смогут пообщаться друг с другом. Организаторы рассказывают, в прошлом году студенты из КНР учили всех лепить настоящие китайские пельмени, а русские студенты обучали коллег йоги. Но основная задача летней школы – это интенсивное обучение и погружение в экономику. В прошлом году мы концентрировались на проблемах международной торговли и международной политики в отношении содержательной и образовательной части программы основной. В этом году это проблемы экономического развития и роста. Летние школы для университета – уже добрая традиция. В прошлом году школ было всего 5. В этом открыли 12, чтобы охватить как можно больше направлений. Руководство ВУЗа считает, что подобные мероприятия помогут поддержать высокий уровень учебного заведения. Летняя школа является одним из тех форматов, которые необходимы нам для продвижения на международном уровне. Потому что, наверное, вы знаете, не более чем год назад Сибирский федеральный университет стал еще одним участником программы повышения международной конкуренции в особенности среди ВУЗов Российской Федерации или программы 5 ТОП-100, в рамках которой мы должны позиционироваться и показать свой потенциал на мировом уровне. На следующий год университет снова объединит студентов из разных стран на международной летней школе. Главными ее темами станут проблемы экономической политики и регулирования рынков.